Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он перестал быть тождественным с Ним. Отсоединив свой взгляд от Бога, человека предмечивает себя. Он становится вещью, предметом во времени и пространстве. И первое, что приходит в его жизнь, это страх. Он начинает бояться. Начинает бояться того, что не получится. Начинает бояться, что с ним будет завтра. Начинает бояться, что что-то обязательно с ним произойдет. У него появляется самооценка. Он смотрит на себя и думает, я нах. Он не нравится себе в какие-то моменты. Он смотрит по сторонам и думает, что кто-то успел больше, кто-то движется быстрее. Кто-то большего достиг. Отсоединив свой взгляд или перестав быть торжественным с Богом Отцом, мы теряем силу принять ответственность и получить в своей жизни результаты или плоды. Мы живем, и в нашей жизни происходят какие-то события, которые возвращают нас в одно и то же место. Место несостоятельности, вместо разрухи, вместо пустоты. Вопрос, где ты, это не вопрос географии. Это вопрос к личности. Это вопрос, который звучит по сегодняшний день. И он обращен к Христу, который в нас. Этот вопрос, это вопрос к Христу, который в нас. Искупая нас от грешной жизни, Бог восстанавливает наш дух. Мы приобретаем залог духа внутри себя. Мы становимся способными дерзновенно прийти пред престол благодати и взывать Аваочи. Дух искуплен. Вопрос, что дальше? Куда я иду? Что я делаю? Как я изменяюсь? Жизнь создана как рост. Бог сделал мир, как мир умножения. И он говорит, я избрал вас не для того, чтобы вы пели. Не для того, чтобы вы плясали. Не для того, чтобы вы просто молились. Я избрал вас с одной целью. Принести плод. Мы избраны не просто так, а по поводу плода. Это очень важное понимание. Основа нашего развития. Писание говорит. Не всякому духу верьте. Исследуйте то, что дает дух через плод, который возникает. Мы делаем какие-то действия, во что-то верим, куда-то движемся. Но вот что я могу сказать. Писание говорит о том, что вера от слышания. И вот что. Любая вера от слышания. Понимаете? То, что мы слушаем, то и сформирует нашу веру. То, что мы слушаем, оно и сформирует систему мышления и будет нами управлять. Вопрос. Есть ли истина в том, что мы слушаем? Как мы поймем? Все мы знаем, что Бог сделал для нас. Вопрос. Что мы можем сделать для Него? Отождествляясь с Богом, мы становимся тождественны Ему. Это проявляется Христом, который возрастает в каждом из нас. Мы становимся в позицию «Я и Христос одно», о чем говорит Павел. И в нас появляется все больше и больше сути. Больше и больше сути. Больше и больше сути. А суть проста. Бог есть любовь. Понимаете? Главный плод, который мы способны принести, это любовь. Все остальное вторично. Писание говорит, да какая разница, каким ты бизнесом занимаешься? Сколько ты жертвуешь? Если в этом нет правильной мотивации, нет любви, это не имеет никакого значения. Не важно, сколько ты молился. Если в этом нет любви, это не имеет никакого значения. Не важно, какие у тебя дары. Дары не приложены. Понимаете? Они работают, если у тебя есть любовь, и работают, если ее нет. Они будут работать, потому что они подарены. И вот вопрос. Есть ли любовь? Когда молодой человек подошел к Иисусу, он сказал о своей позиции, желание приобрести, ну как бы быть в царстве. Иисус сказал ему простые вещи, две заповеди. Люби Господа Бога всей крепостью, всем разумением, всем сердцем и всей душою. Эта заповедь нам ясна, правда ведь? Мы ее понимаем, поэтому мы здесь. Поэтому мы пытаемся возрастать. Поэтому мы молимся. Поэтому мы собираемся в собрание. Поэтому мы ищем. Он сказал, но это не все. Второе. Возлюби ближнего, как самого себя. Так узнают, что вы мои ученики, если увидят любовь. Если увидят любовь. Соединяясь с Господом, отождествляясь с Ним, у нас возрастает Христос. И соответственно возрастает любовь. И соответственно появляется сила. И сила это что-то, что реализуется в плод. Хочу вам рассказать две простые истории из моей жизни. До покаяния я был наркоманом. Моя жизнь не была праведной. Она не была сбалансированной. Она была судорожной, безумной жизнью. Как белка в колесе. И однажды я приехал домой к моим родителям пьяным. У меня были сложности, трудности. Была критическая ситуация. И я хотел ее решить так, как я понимал на тот момент. Дома у моих родителей я прятал пистолет. Был ящик с двойными стенками, он там лежал. Я пришел пьяный. Мама это видела. Закрыл дверь в комнату, где был пистолет. Стал ломать ящик. Она открыла дверь, увидела, что я достал пистолет. Я стал его прятать. Она испугалась, сказала мне. Сынок, что ты делаешь? Я сказал, а что? Она сказала мне. Сынок, я волнуюсь, что с тобой происходит? Я сказал, тебе какое дело? Она сказала мне, я твоя мама. Я сказал, тебе какое дело? Я вырос. Это моя жизнь и мои дела. Я засунул пистолет за ремень и стал уходить. Мама испуганная побежала вперед меня и сказала, я не хочу, чтобы ты уходил. Пожалуйста, останься. Я сказала, не держи меня. Мама сказала, я лягу возле дверей. И ты не выйдешь. И она легла возле дверей. Я пожал плечами. Переступил через нее и ушел. Такая была моя жизнь. Но Бог искупил меня. Он дал мне залог духа вовнутрь. Он стал растить во мне Христа. И ко мне стало приходить новое понимание и новое чувство. И я, чувствуя какую-то вину и ответственность перед мамой постоянно, хотел попросить у нее прощения. Прийти, обнять ее и сказать, мам, прости меня. Но делать плохие вещи получается легче, чем хорошие. И я не мог в себе найти вот эту точку, в которой я могу прийти и сделать это искренне. И я молился, искал, ожидал. И в один момент мне пришло такое понимание, что мне надо что-то сделать для своих родителей. Я однажды был на одной проповеди. И проповедник рассказывал историю Закхея. И Закхея – это человек, которого коснулся Иисус. И когда он его коснулся, он сказал, я другой человек. Я реально хочу рассчитаться по всем своим долгам. Я хочу сделать что-то для тех, кого я подвел, обманул, по отношению к кому поступил нечестно, не точно. И вот что я вам говорю. Все, кто был мной обманут, придите ко мне, и я вас дам четверо. На меня очень сильно подействовала эта история. И я подумал, что я могу сделать для своих родителей. И у меня возникло внутри меня сильное желание их отблагодарить. Я родился в Венгрии, мой папа был военный. И я стал думать, вот бы было здорово, если бы я смог взять своих родителей и повезти их в те места, где они были молоды. И у меня пришла такая мечта, знаете, такой росток. И вот что по этому поводу скажу. От момента, когда я стал об этом мечтать, до момента, когда я смог это сделать, прошло почти 8 лет. Я носил это в себе. Я носил это в себе. Я искренне мечтал, что я это сделаю. Я верил в это. Я готовился к этому. Это не было так легко. Я хотел повезти их в те места, где они были молоды, и посетить лучшую, ну как бы, Европу. Посетить, пожить в лучших гостиницах. Каким-то образом показать своим родителям, ну, мир по-другому. Я не был способен сделать это моментально. И наступил такой день, когда моя мечта была реализована. Я поехал с ними вместе, с семьей, с Анжелой. Мы пригласили еще моего Шурина, мою сестру родную. И провели прекрасное время. Две недели. И мы очень много служили нашим родителям. И в предпоследний день, когда нам нужно было уже возвращаться назад, на Украину, в гостинице, я так сидел на улице, было прохладно, пил чай. Мама вышла и вынесла мне одеяло. Она так укрыла меня, сказала, сынок, ты чего сидишь, замерзнешь? Я встал, обнял ее и сказал, мам, ты прости меня, пожалуйста, за те вещи, которые я делал раньше. Я сказал, мам, я тебя люблю. И обнял ее. Она заплакала и сказала, а я уже давно не сержусь. Ты же мой сын. Все мы знаем, что Бог сделал для каждого из нас. Вопрос. Что мы можем сделать для Него? Праведность – это не позиция в отделенном состоянии. Это позиция по отношению к другим. Праведность – это что-то, что я делаю для тех людей, которые живут рядом со мной. Праведность – это когда я в них обнаруживаю образ и подобие Божий, являясь вкладом и изменением в их жизни. Я не знаю, знаете ли вы мою фамилию, но моя фамилия Разводовский. И до покаяния меня называли Развод. Знаете так, я даже когда покаялся, решил шутить по этому поводу. Что мне не нравится эта фамилия Разводовский, люди боятся иметь со мной дела. Я пришел к одному своему другу и серьезно сказал, что я решил изменить фамилию. Он говорит, да, поздравляю. А на какую? Я сказал, ну, на Замолодовский. Он говорит, а почему на Замолодовский? Я говорю, ну, суть быстро не изменишь. Ну, так людям будет легче. Но это не последнее, я потом еще раз ее поменяю. Он сказал, а потом на какую? Я сказал, ну, на Пахановский. Стану состоятельным и изменю сущность полностью. Но так как у меня такая фамилия, меня называли Развод, то многие мои знакомые до покаяния, встречаясь со мной, вот знаете, когда люди встречаются, они друг другу задают вопрос, как дела там, как поживаешь? А мне задавали другой вопрос постоянно. Мне задавали вопрос, ну что, не развелся еще? И большая часть моей семейной жизни была жизнью в напряжении и в непонимании, имеет ли смысл наш брак или нет. И, возможно, мы долгое время очень сильно мучили друг друга. И, возможно, моя фамилия подталкивала меня к размышлению о том, что, может быть, это был неправильный выбор. Я ожидал, что изменения произойдут, должны произойти обязательно в Анжеле. И не ждал, что изменения должны произойти со мной. И на протяжении всей своей жизни с момента покаяния я размышлял на тему своего выбора. Я не находил в себе силы до конца принять свою супружескую жизнь как дар свыше. Знаете, был какой-то момент такой, правильно или неправильно? Жить или не жить? Соответствует или не соответствует? И мы, кстати, когда поженились, это было так. Мы приехали в консульство в Варшаве. Были не очень хорошо знакомы. Пришли и сказали, распишите нас. Нам сказали, надо в очереди стоять. Я сказал, если вы нас не распишите, я советский офицер, это было за границей, мы сейчас эмигрируем в Германию, попросим политического убежища. Консул сказал, надеюсь, вы шутите. Я сказал, ну, возможно, шучу, но лучше распишите. Он говорит, хорошо, ладно, мы вас распишем. Нас расписали очень быстро, за полчаса. И консул, когда пришел, он говорит, вы этот день не забудете никогда. Я спросил, ну, в принципе, понятно, а почему вы так думаете? Он сказал, потому что вас расписывал консул Заводовский. И у нас написано, там фамилия мужа Разводовский, фамилия жены Разводовская, там регистрирующее лицо Заводовский. И мы вышли из ЗАГСа, гордо сели на мою машину, ГАЗ-21. Такую офицерскую, хорошую машину. Приехали домой, зашли в квартиру, и наши соседи через балкон сказали, ну что, женились? Мы сказали, да. Они сказали, ну давайте свадьбу. Я сказал, свадьбу, а что, у нас ничего нет. Они сказали, а мы картошки нажарили. И мы пошли к ним в гости и поели картошки. И знаете, когда во мне стало становиться больше Христа, я стал хотеть компенсировать все то плохое, что я делал раньше, и выпрямить, и исправить все то, что было недоделано. И несколько лет назад внутри меня появилось желание сделать Анжеле новое предложение и сделать свадьбу. И я долго думал об этом. Я к этому много готовился. Я об этом много размышлял. Я все внутри себя пытался обнаружить эту силу, сделать это. И вот этой весной мы поехали вместе с друзьями в Турцию. И я потихоньку заказал Анжеле очень красивое кольцо. Я никому ничего не говорил. Я думал, в первый вечер соберу всех за стол, за торжественный, и сделаю ей предложение. Я готовился, взял с собой красивую одежду, побежал там, официантов попросил, чтобы они составили красивый стол, все накрыли, а никто не знал, что происходит. Анжела на тот момент, учитывая то, что она не всегда видела во мне новую сущность или новую суть, думала, что я делаю это все для того, чтобы пригласить за наш стол человека, к которому мы приехали на тренинг. И она так напряженно смотрела, что я бегаю, а мы, получилось так, что был ее день рождения не очень давно, меня не было в Киеве. И кто-то думал, что я бегаю по поводу дня рождения. Никто не знал по поводу чего. И я подумал, что сейчас все соберутся за стол, и я сделаю предложение. И знаете, что со мной произошло? Когда я стал понимать, что мне сейчас нужно сделать предложение, я стал очень сильно волноваться. и искренне вам говорю, стал думать, а вдруг она мне откажет. Ведь понимаете, до этого я как-то сделал предложение, там мы друг друга не знали. На меня такое волнение напало. Я стал готовить контраргументы. Я стал думать, ага, если она скажет нет, я скажу, Анжела, ну как, у нас же трое детей. Я волновался очень сильно. Мы собрались, я за столом, я убежал, мне там принесли цветы, и когда я шел уже с цветами навстречу Анжеле, никто не ожидал, Анжела заплакала. Я стал на колени, на колено, достал, там мучительно, искал это кольцо, куда оно делось, волновался. Достал кольцо и говорю, Анжела, выходи за меня замуж. Никто не ожидал. Ну, конечно же, она согласилась. И потом я сделал свадьбу. Прошло полгода от момента предложения до момента свадьбы. Я собрал друзей. Мы нашли красивое место. Такое большое белое здание, фонтаны, все украсили цветами. Пригласили пастыря, сделали хупу. Пригласили красивых музыкантов, родителей. У нас у всех уже большие дети, детей. И отпраздновали свадьбу. Но вот что. Для меня это было важным, для того, чтобы произнести слова завета. Все мы знаем, что Бог сделал для нас. Что мы можем сделать для Него? Делая это, я подтвердил окончательность своего выбора перед Божьим лицом. Делая это, я дал свое согласие соблюдать заповедь двое, как одна плоть. делая это, я пережил новое глубокое обновление, которое я переживаю сейчас. Конечно же, жизнь моментально не становится идеальной, но она приобрела совершенно другую сущность, что я сейчас и переживаю. И сейчас я вам говорю это вот для чего. то, что мы делаем для Бога, в конечном итоге является нужным и нам самим. Потому что Бог есть любовь. И узнать, находимся ли мы в правильной позиции или нет, можно только через увеличение жизни и любви в том мире, в котором мы живем. поэтому мой призыв к вам простой. Найдите в себе силы отплатить тем людям, которые ценны и важны для вас. Может быть, это ваши родители, может быть, это ваши мужья, может быть, это ваши жены, может быть, это ваши дети. Нам нужно вернуться в позицию искупления, имея в себе Христа, и послужить другому, так как Бог послужил нам. Так узнают, что моего ученики, если увидят любовь между нами. на и